Торнадо Энерджи! Поэтому мне придется показать вам реплей из патча 1.9.1, но будут вставки, где будут использованы моменты, которые я успел все-таки на общем тесте записать, потому что в данный момент общий тест вообще не работает. Там, видимо, третью итерацию накатывают, но я записываю не когда вы смотрите, а гораздо раньше это видео. Вот, поэтому давайте, чтобы не отвлекаться, два победителя с прошлого ролика. Поздравим этих ребят с выигрышем по 1.000 игрового золота и напомним, что все желающие принять участие в раздаче голды, оценивайте видос лайком-дизлайком. В конце, после того, как оценили, пишите комментарий, что-нибудь по теме ролика и в конце комментария уже указывайте свой танковый ник. Все очень просто. И погнали! Итак, ребят, нерв колесников состоит из двух частей. Первый – это ухудшение самих характеристик танков. Про них я вам чуть позже расскажу. Второй – это изменение физики работы повреждения колес. Грубо говоря, теперь поврежденные колеса будут больше влиять на скорость и динамику танка. Смотрите, я сейчас постараюсь вам расшифровать то, что нам хотят сказать разработчики. Первое. Ранее поврежденное колесо влияло только на динамику машины, но не на ее текущую скорость. Что такое динамика? Динамика – это возможность машины после потери скорости возвращать эту скорость, то есть набирать, это мощность двигателя, грубо говоря, динамика, набирать скорость в горку и так далее. Теперь, если колеса повреждены, динамика и плюс еще и скорость машины будут заметно снижаться. Причем повреждение ведущего колеса снизит общую мощность машины, а повреждение сцепленного с землей колеса повлияет на скорость. Учитывая, что практически все колеса у колесных танков в игре являются ведущими, повреждение любого из них вызовет ухудшение динамика. Тем не менее, ребят, скорость машины будет снижаться лишь с учетом тех колес, которые в данный момент касаются земли. Понимаю, на слух, может быть, не очень легко это было воспроизвести, но давайте я, во-первых, вам покажу момент мой, как я играл на колесах в патче 1.10 и покажу, как это в реале выглядит, когда вам повреждают колеса и заодно внесу пояснение. Значит, смотрите, у колесника есть скоростной режим, когда два центральных колеса с каждой стороны подняты и он опирается только на четыре боковых. Это скоростной режим и в этом режиме колесник обладает максимальной скоростью. Так вот, если вам попадут в центральные колеса, которые в данный момент приподняты над землей, то вы потеряете только возможность набирать скорость, то есть мощность, динамику. Но при этом ваша текущая скорость не будет снижена, вы как летели, так и будете лететь. При этом, если вам попадут в колеса, которые касаются земли, а это крайние колеса, передние, правые, левые, задние, левые, правые, то вы не просто потеряете динамику, вы дополнительно еще тут же, в ту же секунду потеряете скорость. Два сбитых колеса и вы видите, моя скорость уже 50 км в час. Это очень чувствуется. Вы скажете, да какая в этом проблема, типа нажал ремку, заюзал, как их называют, ну ремкомплект, тут же починил колеса и скорость даже не успеет потеряться, тем более, что есть моды, которые позволяют одной кнопкой быстро ремонтироваться. Я скажу, да, но, ребят, общая нагибучесть колесника при всем этом обязательно снизится. Вот смотрите, у меня ремка заюзана. У меня сейчас, если я ворвусь и мне собьют колесо, я потеряю динамику и меня будет легко выцелить. И я не могу так уже дерзко быковать. То есть на время перезарядки ремки я становлюсь, ну скажем так, менее, блин, наглым, менее дерзким. Начинаю меньше быковать. А это что говорит нам о том, что токсичность колесников в эти моменты снизится. При этом она ни в коем случае не снизится, когда вы остаетесь, например, один на один с колесником, и вы на каком-нибудь медленном танке, например, на ПТ-шке. То есть у колесников все его сильные стороны остаются. Лишь только портится немного ТТХ. И вот сейчас мы про это поговорим. Ну, про динамику, как физика работает, мы поняли, да? Сбивают колесо, колеса ремонтируются у колесников долго. Теперь, ну, повреждение колеса, это практически, если некуда спрятаться, то есть в чистом поле, как раньше, не покататься, вы будете максимально быстро терять скорость. Точнее, скорее всего, у вас колесник этого дед, он вас просто бесит. То есть колесник, по которому вы раньше стреляли, теперь после повреждения колеса становится гораздо более простой мишенью, ребят. Попасть в танк, который едет там 65-50 км в час, гораздо проще, чем в колесник, который даже после повреждения колеса продолжает лететь свои там 90-95. Так вот, ребят, сейчас еще один важный момент. Прежде чем остальные изменения характеристик, прямо сейчас будет заодно и демонстрация. Шанс пожара увеличили с 10% до 15%. И вы скажете, всего на 5%, ребят, в рамках нашей игры, это в полтора раза. И это, ребят, чувствуется, вот вам простое тому доказательство, в полтора раза выше шанс загореться. А горящий танк, это танк, который теряет практически все свои характеристики, меньше светит, лучше светится, у него слетает маскировка практически в ноль. В общем, вам приходится побольше пострадовать. Поняли, да? Это вот момент, касающийся, как его называют-то, блин, поджога, я хотел бы сказать. Вот тут же можете, вот посмотрите сейчас на разброс на моем танке орудия. Видите? Вот, присмотритесь, пожалуйста. Я понимаю, что тут динамичный бой достаточно. Присмотритесь на размер круга сведения. Да, присмотрелись? Пошли теперь в патч 1.9.1. Сразу прям сравните. Вот скажите мне, вы видите какую-то ощутимую разницу? Не, я знаю, я сам вижу, что она есть. На моем Ебре не стоит стабилизатор. Я его и на основе не вожу, и тут не вожу. И честно скажу, попадать стало без стабилизатора сложнее. И вот тут у вас будет большая дилемма, потому что Ебру очень сильно портят характеристики. Ему ухудшают разброс, то есть стабилизацию от движения ходовой на 33%, от поворота ходовой на 33% и от поворота башни. Плюс это все суммируется. То есть все на треть ему стабилизацию делают хуже. Это небольшая проблема. Если вы играете со стабилизатором, да, вы почувствуете небольшую разницу, но у Ебра настолько шикарная стабилизация, что я бы не сказал, что это прям как-то сильно сказывается на его геймплее. На дистанции, ну, это не позволит вам, конечно, уже так стабильно попадать, но на средних и близких дистанциях Ебр все еще будет хорошо стрелять на ходу. Просто он чуть чаще промахивается и чуть меньше попадать вам именно туда, куда он вам хотел попасть. Будет больше не пробить и рикошетов и так далее. Время прицеливания изменено с 1,2 на 1,4 секунды. Тоже очень быстро сводится, как и раньше, но все же после остановки, если вы хотите подсвестись, чуть-чуть дольше придется стоять. Неприятные изменения это изменения обзора с 350 до 340 метров. Ебр и так не обладал шикарным обзором, да, но все же он, наверное, становится просто более боновозависимым, потому что с боновой просветленной оптикой и экипажем нормальным, боевым братством, этим, как его доп. пайком, мне все-таки 447 метров получилось сделать. То есть, ну, не то чтобы очень хорошо, но с учетом того, что появляется оборудование 2.0, которое я поставил, которое позволяет демаскировать противника за кустами или противника в движении, дополнительно, в принципе, обзор все равно остается достаточно сильной частью танка. Единственное, что мне ради этого пришлось все-таки пожертвовать стабилизатором. Но это как бы мой выбор, я его никому не навязываю. В этом бою Ебр как бы насветил уже 20к урона, а мы вернемся к Ебру, который катается в патче 1.10 уже, то есть, к моему Ебру я вам покажу еще момент с одинокими танками и продолжу рассказывать про его нерв. Так вот, ребят, про возгорание двигателя я вам рассказал, про нерв обзора рассказал. Мощность двигателя уменьшена с 750 до 720 лошадиных сил, то есть Ебр будет еще хуже разгоняться и после поворота, ну, поддерживать свою максимальную скорость. Кстати, о максимальной скорости. Она также меняется с 95 км в час до 91. 4 км в час, казалось бы, немного, но, ребят, поверьте, в Ебро, летящего со скоростью 90, попасть проще, чем в Ебро, летящего со скоростью 95. Задняя скорость меняется тоже с 70 до 65. Ну, вот так вот разработчики решили это изменить. Подрезюмируем то, что вы сегодня услышали. Мое мнение про Ебро такое, ребят. Машина все еще опасная в умелых руках. В умелых руках все еще опасная. Она все еще может врываться и подсвечивать, как это и делает сейчас в патче 1.9.1, после чего уезжать. Но теперь, если вам удастся сбивать ему колеса, он после первой сбития починиться, разумеется, но если продолжите сбивать, он либо не уедет уже так дерзко, либо вернется обратно светить, если не дурак, не скоро. Потому что, ну, а как он вернется, если у него ремки нету, а любое повреждение колес для него это, ну, практически одной ногой уже в ангаре. Поэтому Ебры будут менее дерзкими. По характеристикам они немного просажены, но я не увидел ничего такого критичного, что Ебра бы заставила прям вообще сделать, ну, неиграбельной машиной. В любом случае, количество желающих кататься на Ебрах, по моему мнению, в рандоме должно убавиться. Поэтому, если у вас до этого Ебр не особо вызывал какого-то уважения, да, то есть вы не нагибали на нем все подряд, то сейчас вам станет еще сложнее играть на нем, и, в принципе, смысла оставлять все его в ангаре я не вижу. Можете лучше какую-нибудь классическую ЛТ-шку прокачать, если любители ЛТ-шного геймплея. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Продолжение следует...